Сначала трагедия на Кубе. Там, конечно, поношенные инфраструктуры и транспорт. Но целых 10 лет национальный авиаперевозчик Кубан Эдеви Асьон не знал катастроф. А тут сразу сотня погибших, хотя чудесным образом есть и выжившие. Об ужасном крушении на Братской, конечно же, Кубе. Данил Крапевин. Клубы чёрного дыма одними из первых увидели пассажиры в зале ожидания, которым самим с минуты на минуту идти на посадку. Боинг 737 оторвался от взлётной полосы, но спустя мгновение экипаж потерял контроль и в 20 километрах от аэропорта Гаваны произошло крушение. Самолёт вылетел из аэропорта, но высоты как будто не набирал. Долетел вон до того дома и потом рухнул вон там. Очевидцы отмечают, сразу после взлёта лайнер совершил странный манёвр, как будто хотел вернуться в аэропорт, но внезапно пошёл вниз, задел линию электропередачи, после чего пилоты оказались бессильны. Чёрные ящики ещё не нашли, но версии уже высказываются. Это была одна из самых безопасных авиакомпаний в мире, но знаете, все эти самолёты уже очень старые. В действительности в парке у кубинцев есть и вполне современные, дальние и среднемагистральные российские Ил-96, Ту-204 и 214. Но не хватает самолётов для внутренних перевозок. А это был как раз такой рейс в кубинский Ольгин. По понятным причинам американские самолёты Боинг кубинцы приобрести в собственность не могут, поэтому такой борт модификации 737-200 Кубана арендовала у небольшого мексиканского перевозчика с внушительным названием Global Air. Но самолёт был 79-го года выпуска. Как сообщило посольство России, среди 110 человек на борту россиян точно не было. Из иностранцев были мексиканский экипаж и двое аргентинцев. Среди дымящихся обломков чудом удалось обнаружить четырёх выживших, но к этому часу их, к сожалению, только двое. Врачи борются за жизнь женщин. Их состояние удалось стабилизировать, но травмы сильнейшие. Мы оказываем всю помощь пострадавшим в авиакатастрофе. У нас есть всё необходимое оборудование для таких серьёзных случаев, когда жизнь пациентов находится на грани жизни и смерти. Впервые в истории Кубы последние сводки о катастрофе в прямом эфире передавало кубинское телевидение. На месте трагедии не только спасатели и волонтёры, но и лично новый кубинский руководитель Мигель Диас-Канель. Прежде всего я хочу отметить, что это крупнейший авиаинцидент за всю историю нашей страны. Жертв очень много. Но все службы сработали оперативно, очень быстро оказались на месте катастрофы. Я выражаю соболезнования родственникам погибших и обещаю, что как только у нас будет информация о причинах произошедшего, мы расскажем обо всём нашему народу. Вот что добавила коллега погибшего экипажа. Это такая трагедия для простых людей, для всей нашей отрасли. Я знала командира экипажа Хорфи, стюардессу Ариолу, Даниэлу, Абигею. Кубинцы принимают слова поддержки и сочувствия. Из России их направили президент Путин и премьер Медведев. Помощь в расследовании готовы оказать Мексика и Венесуэла. А в этих обстоятельствах даже американский Боинг. В субботу и воскресенье на Кубе национальный траур. Данил Крапивин и Мария Шубина. Вести в субботу. Продолжение следует...